Добрый день! Добрый день! Ученцы установки профессийно-технической и средне-специальной эдукацией занимались под руководством своих наставников. А уже оценивали их работы выкладчики Гомельского Держа Университета имя Франциска Скарины. Очень тесная связь между учительством и профессорским преподавательским составом университета. Это накладывает отчет, естественно, на качество знаний. И мы уверены в том, что объективность сегодня существует. И та оценка, которая сегодня звучит из уст преподавателей, она является объективной, высокой. Как и сама наука, конференция «Пошук» не стоит на месте. С каждым годом поширается тематика доследования. Сферы, до которых звертаются юные науковцы, отповедают самым сучасным тенденциям. На селетнюю конференцию, например, были представлены работы по робототехнице. Это очень новое, современное направление. Оно на стыке компьютерных технологий и машиностроения. И ребята интуитивно чувствуют, что такое направление будет востребовано в нашей промышленности. Поэтому представляют свои работы. Ауторы лепших работ по выниках конференции «Пошук» отрымали у знагороды. Однако кончатковая мета не у тым, как высложить переможцов. И она хавается у самой назви форума. Требования сегодняшнего дня – это действительно поиск молодых, талантливых, креативных людей, которые способны разрешать многие вопросы научно-технического прогресса, вклад свой иметь именно в развитие науки белорусской и, конечно же, развитие общества в целом. Максим Савин, Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На наступном тыйдне, 28-го, Снежний, у «Гомеля» отбудется 14-я сессия областного совета депутата у 27-го скликанья. На разледжении два пытанья – проект бюджету в области на наступный год и реализация задач социально-экономичного развития. Регистрация депутата отбудется у фойе «Аблывы Канкама» с 13.15 до 13.45. Початок сессии учат 13 годин. У «Гомеля» почал работу юбилейный 10-й святочный кермаш «Новогодний калейдоскоп». Комунарка «Червоный мазыранин», «Гомельская птушка-фабрика», «Бабовицкие каубасы», «Витакомфорт». Продукцию гэтых и многих інших предприемств можно знасти на кермаши. У «Гомельским громадскокультурным центром» организовано 30 гандлёвых кропок. Набыть по ценах вытворцы або со скидкой можно будзе незвычайный подарунок ручной работы, вопрадку айчинного вытворцы, косметику, бижутерию и продукты до святочного стола. У першыню выставе примеудел «Каранёвская экспериментальная лесная база». И она предоставить махчымыць гомельчанам и гостям города купить живые елки. Наведать новогодний кермаш можно до 23-го снежня. Час працы с 10 до 19 годин. Заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь ансамбль народных инструментов «Былина» отзначил свое 30-ти годзе. Урачистое мероприемство пройшло у стенах дитячей музычной школы мастатства у города Гомеля номер один имя Петра Чайковского. Тут 30-ть годов тому ансамбль народных инструментов «Былина» был створен и размещается и зараз. Сегодня у его складу выходят 12 человек. Они играют на аккордеоне, баяне, балалайце, домбры и многих иншых народных инструментах. Заслуженный аматорский коллектив «Былина» – это артисты с высшей музычной эдукацией, а так само талиновитые гомельские студенты, которые я ее только отримливают. Узрос студенников ансамбля вагается от 20 до 70 годов. Их гастрольная деянность давно вышла за межи нашей краины у скарбонцы досягнению операмоги в престижных международных конкурсах. Что отыщется репертуару ансамбля народных инструментов «Былина», то это опрацовки белорусских и русских народных мелодий, а так само операпрацованные под коллектив узоры сусветной классики. Есть, конечно же, и мировая классика, которая играется на другие инструменты, допустим, симфоническим составом, или есть чисто инструментальные варианты, не оркестровые, не ансамблевые, допустим, написанные для скрипки, для скрипки и фортепиано. Да, мы перекладываем для своего состава, для ансамбля русских народных инструментов, исполняем. Другой слой – это пьесы, написанные исключительно для ансамбля русских народных инструментов. У Гомеля отбился международный фестиваль «Легкая атлетика и снежная рысь». Мероприемство проходило в першиню, однако у организаторов отрымалось первоутворить с поборництвы у «Соправдное свято спорту и сябровство». На старт выходили юные легкоатлеты из усих кутков Беларуси, а так само из России и Польши. 36 команд и амаль 800 удельников. Легкоатлетичные с поборництвы такого масштаба и массовости у Гомельской области не проводили давно. И не выпадково организаторы вызначили статус «Снежной рыси» як фестивалю. Это не просто турнир, а «Соправдное свято королевы спорту». Идея эта давно вынашивалась тем, чтобы, во-первых, собрать не только в нашей области ребят и спортсменов по «Легкой атлетике», но и объединить именно на турнире зимнем, праздничном, накануне Рождества Христова и Нового года спортсменов всей нашей республики и пригласить также гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Под дахом палаца «Легкой атлетики» эмоции кипят на беговых дорожках. У секторах для скашков у вышиню, должиню и скашков с шостом. А так само у секторы для штурхания ядра. Вызначить мощнейшего – поравнять свой узровень подрыхтовки с узровнем представников инших краин. В опыту дела у международных споборництвов для спортсменов любого взрослого переоценить тяжко. Перамоги на таких турнирах за все-таки добываются тяжей, а тому изъявляются больше каштовными. Большой спорт начинается именно с детского возраста. Я так думаю, что, как бы, тоже являясь старшим тренером областной спортивной школы, детской и юно-спортивной школы, вот главная моя задача, вот как человек, который именно руководит этим делом, чтобы начинать детей готовить к большому спорту, именно с детского возраста. Чтобы они не боялись, чтобы они общались, друзей находили. С боку белорусских специалистов до фестиваля «Снежная рысь» особливая увага. У споборництва упрымают удел мощнейшие спортсмены краины узроста от 13 до 16 годов, а это ближайшее будущее белорусской легкой атлетики. Эти соревнования призваны выявить наиболее одаренных перспективных спортсменов с целью дальнейшего зачисления в училище Олимпийского резерва в национальную команду Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что первый фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь» отрымался, и организаторы спадяются, что споборництва, которые плануются заработать традиционными, станут важной часткой спортивного жизни не только в Беларуси. Максим Савин, Дмитрий Котов, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель». И на приканцы выпуска про «Надворье». На этом тыдне захавается аномально теплая температура, не характерная для зимы. В среднем она чекается на 8 градусов выше и за климатичную норму. Завтра на протягу дня по территории в области Махчимы невеликий дождь, ветер по ночам заходни 8-10 метров за секунду. Температура днем и ночу будет приблизно 0-5-6 градусов за знакой «плюс». После Раду переважна без западка услугок термометра узнимется до 9 градусов тепла. Ближе и до выходных на территорию в области прийдет похолодание днем до плюс 4-х, ночу до минус 5 градусов. Новины регионы, информацию об проектах Телерадио, компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова